Дорогие друзья и те, кто присоединился к нам сейчас в онлайн-трансляции наших братьев и сестер из другого кампуса, очень-очень рад всех вас приветствовать, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня тема, которая в моем сердце есть, она для церкви, и я буду говорить сегодня, конечно, она не только для церкви и для каждого человека, но я больше буду обращаться к братьям и сестрам, которые считают себя людьми верующими, воцерковленными, которые считают, что они являются христианами. И я буду касаться очень важных моментов, не потому, что считаю, что каждый из вас атакован, хотя, возможно, и есть такие моменты, но, скорее всего, для того, чтобы предупредить многих из нас, что есть определенные опасности на нашем пути следования за Иисусом. Я назвал эту тему «Я ухожу из церкви» или «Как не отпасть от благодати Божией». Что это означает? Вы знаете, за мою жизнь я видел, к сожалению, немало людей, которые в той или иной степени были огорчены, разочарованы, были не согласны с тем или иным пастырем или церковным лидером, либо просто устали, либо у них не было больше желания глубоко посвятить себя Богу. Причины могут быть самыми разными, но факт остается фактом. Во все времена истории церкви люди не только приходили в церковь, но они и покидали христианское сообщество. Почему? Что за этим стоит? И можно ли этого избежать? Что делать, если у вас пропало желание идти в церковь? Что делать, если вы едва ли балансируете между тем, чтобы оставаться, быть христианином, или просто вернуться к обычной своей жизни и кинуться просто на удовлетворение своих удовольствий или своих желаний? Я хочу вначале прочесть один текст из Священного Писания, и потом хочу коснуться нескольких ловушек, которые выставляет для нас дьявол, и поговорить о каждой из них, и, конечно же, коснуться того, что нужно делать для того, чтобы не отпасть от Церкви Христовой. Евреям 12 глава, с 12 стиха, я буду читать такие слова. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Итак, внимание, апостол говорит это к верующим людям, он говорит это Церкви. Сегодня это слово фактически может быть обращено прямо ко мне, и это означает, что у меня могут опуститься руки, у тебя могут опуститься руки, могут ослабевшие твои колени, и, соответственно, ты уже не ходишь прямо, ты ходишь своими путями, и ты хромаешь. И апостол говорит, укрепи опустившие руки, ослабевшие колени, и ходи прямо. С 15 стиха написано так, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Друзья, очень серьезный текст. Все Писание учит нас тому, чтобы мы наблюдали за собой. И только в этом месте мы читаем, что нам необходимо также наблюдать и за другими людьми. И наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Почему? Спросите вы. Ответ очевиден. Потому что человек, который лишается благодати Божией, он сам этого не замечает. Он постепенно лишается благодати Божией. Это не моментально шел-шел, упал и все. Нет, это постепенный путь отступления. Когда сердце, в Библии написано, что есть плотяное, то есть мягкое сердце, есть каменное сердце. И есть дорога от плотяного, от мягкого сердца к каменному сердцу. Когда сердце каменеет. Когда любовь первая остывает. Когда ревность и страсть по Богу, они сменяются просто обыденностью и привычкой. Пришло время, что в церковь? Ну, пойдем в церковь. Ты не горишь? Нет той искорки, нет того драйва, нет того желания, нет того вдохновения, которое еще не так давно двигало тобою. И поэтому Писание говорит, наблюдайте. Потому что в истории был человек, его звали Исаф, у которого был шанс получить вообще особое благословение в жизни. Но он пришел голодным домой. Мы знаем эту историю. Уставшим, с полей. Он охотником был. И пришел таким голодным, раздраженным. Говорит, я кушать хочу. И его брат говорит, слушай, я дам тебе. Отдай мне свое благословение. Называется первородство. Отдай мне свое первородство. Отдай мне свое благословение. Дай задашь. Дай мне. Я дам тебе покушать. И он подумал, кто знает, что он подумал, но остается фактом. Он говорит, да забирай его. Зачем оно мне нужно? И вот за блюдо похлебки он променял благословение всей судьбы. Я не знаю, как вы. Я больше всего в жизни ценю момент. Пойдешь ли ты, Господь, со мной? Помните, Моисей в 80 лет было человеку. И Бог говорит, этот народ просто, он настолько грубый, что я не могу больше с ними. Я пошлю ангела своего. А Моисей говорит, нет, Господь. Если ты не пойдешь, то не выводи нас отсюда. И я не пойду. Иди ты с нами. Когда ты идешь, я в безопасности. Когда ты идешь передо мной, моя судьба благословенна. Когда ты идешь передо мной, ты меня удержишь. Ты меня укрепишь. Ты меня наставишь. И как отец, ты меня и обличишь. И если ты усмотришь, что мое сердце твердое, каменное, ты меня накажешь. Но ты мой отец, иди ты со мной. Твое благословение пусть будет на моей судьбе. Это громче всего. Это самое сильное желание. То, чего я хочу, о чем я мечтаю. И что я дорожу, как зеницу ока берегу, чтобы не потерять его присутствие и его благодать на мне. Вы помните эту картину? Стоит царь. Такой беспомощный. Вообще высокий человек. Около двух метров. Вообще очень видный. Вообще первый царь в истории народа израильского. Вообще избранный, помазанный елеем. Все при нем. Все при нем. Кажется, его жизнь должна быть просто крутой и благословенной. Стоит царь перед какой-то женщиной, которая колдунья, которая ворожит там. И говорит, слушай, слушай, Бог ушел от меня. Слушай, я не знаю, что делать. Как ребенок. Слушай, война должна быть. Враги пришли. Я прошу у Бога. Он молчит. Он ничего не говорит мне. Она говорит, а ты знаешь, царь сказал, что чтобы все колдуны, чтобы они ушли с земли. Он выселил всех. Я тут осталась? Я боюсь. Тебе ничего не будет. Я тебе говорю, ничего не будет. Вызови меня, дух Самуила. Погадай. Пусть он что-нибудь скажет мне. Какая жалкая картина. Что с тобой? Ты, Божий помазанник. Что с тобой? Что случилось в твоей жизни? А он Бога потерял. Он за чем-то другим погнался. За славою, за гордостью, за похотью, за удовольствиями. Помните, как Самуил пришел, говорит, что ж ты делаешь? Он говорит, ладно, 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 ладно. Ты меня перед народом-то почти, а? Ладно, тихонько. Ты вот сейчас встань перед людьми и скажи, что я царь, что я крутой. Самуил посмотрел на него и отошел. Он ухватился, Самуил, Самуил, Самуил и ушел от него. И больше ни разу не встретился с ним. О, Боже, какая трагедия в жизни некоторых братьев и сестер. Такое чувство, они погнались за ветром, они погнались за славой, за удовольствием, за деньгами, за комфортом каким-то, за внутренним каким-то раздражением или еще чем-нибудь. Их обманули, их увели, им наговорили что-то, солгали что-то, что-то другое в голове произошло, и они потеряли Бога. И Божие присутствие больше всего в жизни. И я ценю присутствие Господне. Я ценю мою жену, моих детей, церковь. Но Бога больше всего. Больше всего. Господи, если Ты не пойдешь, не выходи, я не выйду. Если Ты не пойдешь, я не тронусь. Если Ты не пойдешь, я ничего не буду делать. Никакая миссия, никакая другая новая церковь. Ничего, ничего. Боже, со мной или Ты, или нет. Если Ты со мной, я в безопасности. Помните эту мысль? С Богом ты намного безопасней в лодке, среди ночи, во время шторма, когда лоджо бросает, и эти волны просто заливают, и кажется, ты пойдешь ко дну. Но если там с тобой в этой лодке Иисус, пусть даже Он спит, то ты в безопасности. Чем когда ты на своем собственном диване смотришь телевизор, и просто пустоту какую-то гоняешь, и не знаешь, что делать, или в соцсетях сидишь, но Бога нет с тобой. Бога нет с тобой. И что с твоего дивана? И что с того, что ты сидишь там? И что со всех комфортов? Если Бог не с тобой, это беда, это трагедия. Вот она, настоящая ценность церкви. Церковь прививает ценность присутствия Божьего в жизни. Вот почему мы детей приводим в церковь. Вот почему мы говорим, приходи каждое воскресенье в церковь. Вот почему мы говорим, открывай Слово Божие и читай Библию. Потому что только здесь ты найдешь то, что Бог хочет пребывать с тобою, благословить твой брак, благословить твой организм, благословить тебя мудрыми решениями, отвезти от тебя людей, которые сплетничают, которые клевещут, которые ненужны, или как бы негодные, в Библии сказано о негодных людях, и отвезти тебя от всяких каких-то поспешных решений, и дать тебе мудрость, и благословить тебя. Вернемся к нашим ловушкам, о которых я буду говорить буквально через минуту. Я хочу сказать, друзья мои, перед тем, как скажу о некоторых ловушках, которые дьявол просто перед нами ставит, хочу сказать о пути отступления. Это путь. Это не один момент. Это путь. Давайте посмотрим 1 Петра, 5 глава, 8 стих. Написано так, Петр говорит, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Кто это сказал? Кто это сказал, что ходит за мной противник дьявол, как рыкающий лев? Что за сказки? Какой дьявол ходит за мной? Это все я. Подожди, это сказал Петр. Это сказал ученик Иисуса Христа. Это сказал Петр, которому однажды Иисус повернулся и сказал, отойди от меня, сатана. Потому что ты думаешь, не то что Божие, а что человеческое. Представьте себе, как было трудно Петру, его, наверное, переклинило где-то. Я сатана? И я сатана? Ты буквально пару минут назад сказал, что не плоти крови открыли мне это, но Отец мой, Сущий на небесах, теперь ты называешь меня сатаной. Да. Ты пропустил сатану. Ты пропустил эту мысль. И это сказал Петр. Уже сквозь десятилетия, следуя за Богом, он пронес эту мысль, не пропусти, не пропусти то, что дьявол подкидывает тебе. Не следуй этой мысли. Почему? Потому что он ходит за тобой, как рыкающий лев, и ищет, чтобы поглотить. Я хочу сделать одно очень важное заявление. Друзья, главная задача дьявола, после того, как мы с вами стали христианами, это смутить нас, разочаровать тебя, обидеть тебя, подбросить тебе какую-то идею, какую-то лживую мысль, лишь бы тебя поглотить, лишь бы тебя увезти из церкви, лишь бы сделать что-то, чтобы ты закрылся и сказал, все они такие, все они такие, никому не доверяю больше. Знаете, вообще вот это вот обобщение очень и очень опасно. Женщины говорят о мужчинах, все они такие. Мужчины говорят, а женщины, а вы какие? То есть вот частный какой-то опыт, даже если тебя кто-то обидел в церкви, или не поняли тебя, или что-то произошло, что тебя закрыло, ты ожидал, но вот эти вот ожидания не оправдались. Это твой частный опыт, ты не можешь это транспортировать на всю церковь, и сказать, что это вся такая церковь, они все такие, они все такие. И это не так. Никогда личный опыт не является общим правилом. Но я хотел бы сказать о том, что дьявол ходит за нами, что он делает, когда он ходит за нами? Значит, это, что он ходит за тобой так же. Он ходит за тобой, он ходит за мной, но он ходит, зная наши слабости, наши привычки, зная то, на что ты ловился раньше, и подкидывает тебе эти мысли, и подкидывает тебе мысль за мыслью, мысль за мыслью. Я хочу показать вам на примере одного из учеников Иисуса. Их было двенадцать. Некоторые могут сказать, пастор, их было одиннадцать плюс один. Нет, подождите. Их было двенадцать. Смотрите, Марка 3,14. И поставил из них двенадцать, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь. Не одиннадцать плюс один, который должен стать сыном погибели. Позже о нем сказано, что он оказался сыном погибели. Но когда Иисус избирал, он не избирал его, как сына погибели. Он двенадцать послал на проповедь. Он двенадцатью дал власть. Двенадцатью дал власть. Изгонять бесов, исцелять больных. Даром получили, даром отдавать. И когда они приходили, иногда после того, когда они шли и исполняли это, они рассказывали, как бесы повинуются им. И среди них был Иуда, который имел такой же опыт. И так же делился с Иисусом. И вот однажды, однажды, когда Мария взяла фунт масла, драгоценного, елея, очень-очень дорогую вещь, редкую вещь, особенную вещь, и перед страданиями Иисуса разбила этот сосуд, и вылила это на Иисуса, помазала все его тело елеем, в присутствии учеников, среди них был также и Иуда, то мы читаем, что они начали между собою говорить, к чему такая трата. И разговор этот поднял Иуда. Именно он сказал, что можно было бы продать это за 360 динариев и раздать это нищим. На что Иисус сказал, вы нищих всегда имеете с собою, меня не всегда. Она приготовила тело мое к погребению. И буквально это описано в 12 главе от Иоанна. А в 13 главе мы читаем, что на следующий день, когда была тайная вечеря, то Иоанн описывает, что здесь дьявол уже вложил мысль Иуде предать Иисуса. И это означает, что эта мысль была уже вложена. То есть дьявол уже подкинул эту мысль. Дьявол уже вложил эту мысль. И все это вокруг денег. 360 динариев. Пошел, торговался. 30 серебряников. Сколько вы дадите мне за него? 30 серебряников. А вообще-то он был администратором. У него был ящик, и он носил деньги. Иисус доверял ему. То есть это была и сильная сторона, он, видимо, умел считать. И слабая сторона. У него не было характера святого, очищенного. И вот в этой сфере вращался Иуда. Финансы, выгода, корысть. И мы не можем сказать, что на нем не было призвания Божьего, что он изначально не был предназначен ко спасению, поэтому, вот, чтобы он не делал, он все равно должен был бы погибнуть, потому что на его судьбе Бог прописал так. Знаете, я не верю в это учение. Учение такое, однажды спасен, спасен навсегда. И это означает, что если ты предназначен ко спасению, то, что бы ты ни делал, в последнюю минуту перед смертью, Бог даст тебе покаяние, и ты спасешься. Живи, как хочешь, пей, веселись, ищи удовольствие для себя. Делай, что хочешь, греши, как хочешь, но если ты предназначен, если Господь предназначил, то в последний момент перед смертью Он тебя спасет. Подождите, подождите. А если не так? Где вы это взяли в Библии? И это идеи, которые крутятся, чтобы оправдать каким-то образом, построив Писание, оправдать свою греховную жизнь. Смотрите, как это было с Иудой. Дьявол уже подкинул. И вот это слово подкинул или вложил в нашей русской Библии описывает очень быстрый, такой моментальный, неожиданный бросок. Как будто бы в теннисе расповорачивается, и бросок. Бросок. Неожиданный бросок. Просто и этот бросок попадает в цель. То есть дьявол знал слабое место Иуды. И в какой-то момент ему удалось подкинуть эту мысль. Иуда. И он пропустил эту мысль. И потом Иоанн пишет, дьявол уже это сделал. Я хочу немного остановиться на этом. Проследи, как происходит падение. Какая-то мысль. И она попала. Она начинает крутиться. У нее есть жизнь внутри. Ты ищешь людей, которые думают так же, как ты. Ты уже слышишь другое. Ты уже не слышишь то, что в церкви здесь говорят. Ты уже по-другому реагируешь на многие события. Ты уже с другой позиции смотришь на многие моменты. И эта мысль крутится больше и больше и больше. И дьявол уже цепляет или зацепил тогда этого человека. Я хочу, друзья, перечислить несколько ловушек, которые чаще всего, ну, по моим наблюдениям, происходят в жизни христиан, которые в церкви. Первое – это разочарование в Боге. Второе – это разочарование в людях. Третье – это выбор удовольствия в жизни. Это то, что прямо хочется. Да, это правильно. Это правильно. Бог – это правильно. Молиться нужно. Без Бога никуда. Если Бог отнимет здоровье, что я буду делать? Конечно, конечно. Но сильно хочется. Пастырь, ну, сильно хочется. Ну, прости. Не могу я устоять. Сильно хочется. Это выбор удовольствия. И четвертая ловушка, о которой я хочу тоже кратненько сказать, это ереси и заблуждения, которые на протяжении всей истории церкви атаковали церковь и уводили многих людей из Божьего присутствия. Друзья, разочарование в Боге. Что это означает? Есть разного уровня разочарования. Вообще, разочарование происходит там, это слово описывает, там есть корень этого слова – очарование. То есть сначала ты очаровываешься, а потом ты разочаровываешься, как маятник. О-о-о! А потом, подожди, как-то не так. Я как-то думал, я как-то считал, а как-то не так вообще, как-то не то. Что-то я недоволен вообще-то. Вы знаете, сколько раз такие мысли какие-то гипертрофированные, неправильные. Откуда-то они, где-то они как-то витают, что когда ты придешь к Богу, у тебя все пойдет просто гладко. Соседи ангелами станут, дети вообще полностью изменятся. Жена-то вообще, о-о-о! Вообще супер! Будет совсем другой женой. На работе все по маслу пойдет, тебя просто в карьерной лестнице поднимут. Он исцелит тебя, ты болеешь, ты будешь здоров. Все будет самым лучшим образом. Но вы знаете, вы не найдете этого в Библии. В Библии Бог не говорит, теперь я вас беру куда-то, вот как, знаете, на остров какой-то. О! И здесь ты, как, знаешь, на каком-то острове, на Канарских островах. О! Лежишь себе, просто бананчик ешь, и все, и все хорошо. И все у тебя рядышком вокруг, все, все гладко, все прекрасно. Он не сказал так. Он сказал, я буду с тобой, я пойду с тобой через долины. Если ты будешь проходить долиной смертной тени, не бойся, не бойся. Подожди, а что, меня что-то будет пугать? Да! Ты будешь идти сквозь долину смертной тени, ты будешь видеть боль и разочарование, ты будешь сам, может быть, с чем-то бороться. Не бойся, ты не один, я с тобой. А зачем, Иисус, забери меня? Подожди, подожди, я хочу изменить твой характер, я хочу воспитать тебя. Есть у меня цели для тебя, поэтому ты остаешься на земле, я веду тебя. Поэтому люди очень часто неправильно очаровываются, и из-за этого они потом разочаровываются. Я хочу прочесть 72-й псалом, псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю к чистым сердцем. Обратите ваше внимание, какие слова он говорит. К чистым сердцем. А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепкие силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам, ну, как олигархи, кажется, наши, от того гордость, как ожерелье обложило их, и дерзость, как наряд одевает их, выкатились от жира глаза, их бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их рассказывает по земле, подожди, 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 Асав, ты о ком говоришь? Ну, я, Бог так благ чистым сердцем, с этого он начинает, Бог так благ чистым сердцем, ну, я, я посмотрел на соседей, я посмотрел на тех, я посмотрел на вот этих людей, которыми мы живем в одном городе, ну, посмотри, ну, ну, я посмотрел, а, так ты посмотрел, Видите, где начало? Ты посмотрел, ты уже не смотришь на Иисуса, ты не смотришь в Слово, ты смотришь на людей. Ты посмотрел, и ты увидел, что кто-то лучше тебя живет, что у них как бы все маслом, там просто везде все помазано, все круто, и он говорит, да, да, посмотрел, и так я позавидовал, так сильно, чуть не пошатнулся. Вот где, вот где начало искушения, когда мы сводим наш взгляд, убираем его со Слова Божьего, с Бога смотрим на людей. Десятый стих. Потому туда же обращается народ его. Куда туда же? А то же смотрят, а то же сравнивают себя. И дальше он описывает, что происходило с ним. И пятнадцатый стих. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы перед родом сынов твоих. Что он делает? Он пытается себя остановить, дисциплинирует. Стоп, 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 не надо смотреть на других людей. У них, я не знаю вообще, откуда, что и как, Бог с ними будет иметь свое дело. Нет, 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 я должен смотреть на Бога. Он пытается затормозить, но в него уже попала эта мысль сравнения. А почему меня так не благословляет Господь? А почему в моей жизни не так, как у них? А они вообще-то живут даже и к Богу никак. И он говорит, и думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. Не можешь сам даже и объяснить это. И вот шестнадцатый или семнадцатый стих. «Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Дочитайте дома этот Псалом 72-й до конца. Вы переживете необычное благословение и свободу. И я молюсь о том, чтобы каждый христианин был свободен от того, чтобы смотреть и сравнивать себя с другими людьми, с которыми мы как-то пытаемся то ли состязаться, то ли как бы, ну, а почему у меня не так? «Упаси нас Бог, пусть наш взгляд будет в Слово Божие и на Иисуса». Смотрите, «доколе не вошел я во святилище». Святилище – это Божие присутствие. «Доколе я не погрузился в Его благодать, в Его присутствие, и тогда, тогда я уразумел, тогда откровение пришло, тогда я увидел». И потом он говорит, что «на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти, как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов». То есть, «О, подожди, это фасад! А за этим фасадом, когда я увидел сосветилище с Божьего присутствия, о, у них там столько ужасов, столько страхов, и они исчезают». И потом так же быстро все меняется в их жизни. И 23 стих. «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку». Вот она ценность. «Я, Господь, всегда с тобою и в здравии, и в болезни, и в богатстве, и в бедности, и в успехе, и в отсутствии такового. И когда прохожу долиной смертной тени, я всегда с тобою. И когда ты поднимаешь меня на вершины, я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку». Вот она ценность. Когда мы говорим о разочаровании в людях, друзья, я хочу сказать, здесь важно знать несколько моментов. Первый из них, что нет на земле совершенной церкви. Каждая поместная церковь состоит из обычных людей. Все люди есть люди, они обычные. И нет ничего особенного в самих людях. Как апостол Павел говорит, я плотян, я продан греху. И к концу дни жизни своей, он говорит, Бог спас грешников, из которых я первый. То есть, он пришел к этому пониманию, что он обычный грешник. Бог дал благодать свою. Бог спас. Бог стал рядом с апостолом Павлом. И поэтому его жизнь совсем другой оказалась. Но среди несовершенных людей, обычной церкви, находится совершенный и совершенно необычный Бог. Обычные люди – необычные переживания. Сколько раз было так после проповеди, ты шел домой и говорил, а что со мной? Как будто меня вывернули всего. Как будто меня взяли вот так вот все, все, наизнанку. Откуда, откуда это? Обычные люди, необычный Бог, который знает желание сердца твоего, который чувствует тебя, который дает слово, который говорит, подожди, ловушка есть. Есть ловушка. Подожди, подожди, не разочаровывайся. Подожди, у тебя может быть неправильное понимание о Боге. У тебя могут быть какие-то завышенные стандарты к людям. Люди – есть люди. Среди людей есть Бог. Второй момент, который важно знать, чтобы не разочаровываться, что Бог ставит в церкви служителей. И вот здесь очень важная мысль – и отождествляет себя со служителями церкви, которых Он поднимает. Друзья, то есть обычных людей посылает благодать, дает дары и соединяется с ними и защищает их. И стоит вместе с ними, давая им и власть, и авторитет, и мудрость, и направление. Что говорить, когда говорить, и куда вести церковь. Дописано, что сыновья Исахара знали, что и когда говорить, премудрость Божия была на них. Вы знаете, в Библии есть история об одной семье. Эта семья договорилась, чтобы обмануть. Они продали дом, никто не заставлял их. Пришли к апостолу Петру, принесли деньги, пришел муж, потом жена. Пришли, принесли деньги, и назвали другую сумму. Утаили от цены. Не было никакого давления. Это было их желание. Они хотели выглядеть, видимо, хорошо, жертвенными людьми. Но был обман. И вот здесь очень важный момент произошел. Апостол Петр, он говорит, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому? Помните, чуть раньше мы говорили о том, что дьявол подкидывает мысль. И Петр повторяет эту же самую мысль. Он говорит, что зачем ты позволил? Зачем ты допустил? То есть это в нашей власти. Сатане вложить в сердце мысль солгать Святому Духу и утаить из цены земли. Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? То есть кто тебя заставлял? Что есть, то есть. Как есть, так есть. Скажи. Для чего ты положил это в сердце твоем? Помните, дьявол ходит за нами, как рыкающий лев. Он подкидывает мысль. Ананя пропустил ее. Решил, так сделаю. А вот здесь внимание. Петр говорит дальше так. Ты солгал не человеком, а Богу. Подождите, подождите. Но здесь же стоит Петр, человек. И стоит Ананя, человек. Два человека разговаривают. Каким образом Петр говорит, что ты солгал вообще-то не мне? Ты Богу солгал. Ты что, отождествляешь себя, Петр, с Богом? Вообще, что за дерзость кажется? Мы бы так могли подумать, если бы мы не читали дальше. Но читая дальше, мы обнаруживаем, что после этих слов этот человек падает мертвым. Он умирает. Прямо здесь. Это в Библии написано. Прямо здесь умирает. Подождите, если бы Петр дерзнул, взял на себя такую власть, присвоить имя Божие, просто для себя сказать, что ты не мне солгал, ты Богу солгал. Ну, Петр, как Петр, Бог бы этого не подтвердил. Но Бог умертвил и мужа, и жену. И я благодарю моих духовных родителей. Они меня с детства учили. Не переступи черту. Почитай тех, кто служит. И вся Библия говорит об этом. Почитай трудящихся в слове и в молитве. Почитай служителей церкви, потому что ты не знаешь, с ними стоит Бог. Ты думаешь, ты видишь человека, но ты не знаешь, что за человеком. Ты не знаешь его связи с Богом. Если Бог его поднял, как служителя, тебе лучше просто смириться и почитать. Меня с детства учили этому. И я благодарю Бога за это. Друзья, третий момент. Любовь к миру и удовольствие. Вы знаете, иногда люди подходят ко мне и говорят, «Пастор, почему ты против наколок?» Я говорю, «То он скажет, что я против». «Ну, по тебе видно. Ты же не дашь добро на наколки». Я говорю, «А что ты хочешь сделать?» Я хочу написать здесь «Бог любит мир». Иоанна 3,16. Я говорю, «И что еще?» «Ну, еще хочу одну наколку сделать». «Какую?» «Хочу написать здесь «Дьявол! Пошел вон! А здесь ты под ногами моими». Я говорю, «Слушай, серьезно?» Друзья, что угодно можно писать. Сегодня, знаете, как люди говорят, «Пастор, ты видел этот фильм?» Я говорю, «Какой фильм?» «Не смотрю фильмы». «Ну, пастор, там, там, правда, это, там эти бандерлоги, там демоны, бесики, но там не о бесах речь. Бесы там добрые. Там они такие хорошие, гномики хорошие, такие, понимаешь, хорошие гномики. Ты посмотри, там такой сюжет интересный. Тебе это пригодится. В проповеди где-нибудь что-нибудь скажешь». Я говорю, «Подожди, как это? Есть добрые бесики и плохие?» «Ну, конечно, есть черная магия, есть белая магия, есть добрые бесы, есть плохие бесы. Добрые бесы помогают людям». Я говорю, «Слушайте, вы какие хотите, образы придумывайте? Бесы есть бесами. Я против всяких бесов. Я против всего этого. Пастор, ну это так интересно. Фильм на одном дыхании. Вообще. Друзья, любовь к удовольствиям. Есть люди, которые идут на компромиссы. Современное поколение очень компромиссное. И при этом Бог поднимает бескомпромиссную молодежь. Аминь. И среди наших рядов поднимаются наши дети, которые поднимут этот флаг смелости и бескомпромиссности, истинности и святости. Друзья, последнее, что хочу сказать. Заблуждение. Смотрите, 2 Тимофея 3 глава 13 стих. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле». Ну, как бы ладно. Ну, злые, они злые и преуспевают во зле. Кто в чем пребывает, в том и добивается успеха. Злой человек злится, злится, злится и преуспел во зле. Ну, ладно. Ну, злые, злые, в мире всякое, всякое есть. А дальше, а дальше, внимание, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Они не просто преуспевают во зле. Они в своем зле вводят в заблуждение других людей и сами заблуждаются. И апостол Павел говорит Тимофею, «Ты пребывай в том, чему научен и что тебе верено, зная, кем ты научен». Друзья, я открыл сегодня утром, когда ехал в церковь, в поисковике в Библии два слова набрал «сего учения». У меня четыре текста из Священного Писания. Здесь поисковик дал в Библии. Написано, «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте это». Можно продолжить дальше. Писание говорит, что когда вы имеете дело с ересью и заблуждением, не принимайте, пребывайте в том учении, которому вы были научены. Я закончу текстом из Священного Писания. Бог говорит, «Только я знаю намерения, какие имею у вас». Говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим, и буду я найден вами. Говорит Господь. Давайте встанем сейчас. Я хочу молиться, молиться о том, чтобы мы могли бодрствовать, трезвиться, видя или слыша, или понимая, что за каждого из нас идет сильная борьба, что дьявол воюет за то, чтобы нас увести, мы будем пребывать в слове. Слово, и снова слово, и снова слово, бодрствовать и трезвиться. Потому что дьявол, пусть он ходит, как рыкающий лев, но мы, в присутствии Божьем, мы защищены и покрыты, потому что, когда все наше сердце посвящено Богу, тогда он говорит, я услышу вас, вы взыщите меня, вы найдете меня, если всем вашим сердцем вы ищете меня, и я буду найден вами, говорит Господь. Хочу молиться о том, чтобы Бог укрепил, укоренил тебя в истине, чтобы дьявол не смог тебя ни обмануть, ни увести, ни дать тебе какие-то удовольствия, чтобы ты всю свою жизнь был с Богом и закончил жизнь с Господом, когда придет то время. Субтитры создавал DimaTorzok